Привет! Сейчас я хочу рассказать о штуке, которую я употребляю внутрь себя и как с ней справляться и что, собственно, с ней делать. Собственно, я последние три месяца колю в себя шприц, который стоит 450 баксов без страховки. Со страховкой у меня уходится 115 баксов. Ну, эквивалент в шекелях, понятное дело. Ну, то есть, короче, эта штука от мигрени, которая меня преследует, ну, лет с 13 и, в общем, не очень дает мне жить. Эта штука, которая, значит, меня укладывает на 2-3 дня беспробудно совершенно в кровать и даже если не укладывает, в общем, я все равно ничего сознательно делать не могу. Сегодня у меня легкая мигрень, поэтому я несколько заморочен. И, короче, сегодня был последний день, когда я могу купить это лекарство. И поэтому, так как его нужно хранить в холодильнике, вот сейчас оно отогревается, чтобы можно было вколоть, потому что ледяное его колоть не очень хорошо. Я пробовал уже пару раз. Короче, эта штука реально стоит 450 баксов за укол. Колоть его нужно раз в месяц, слава богу, не чаще. Ну, то есть, я еще раз говорю, со страховкой. Страховая мне, я долго с ней бодался, она мне снизила эту цену до 115. Там сколько? 400 почти шекелей. Короче, это получается. Я не помню, чек где-то далеко. Короче, штука такая. Здесь инструкция на раз, два, трех языках. В смысле иврит, английский и арабский. Как положено, на русском нету. Но мне предлагали телефон русской медсестры, которая мне объяснит, как это в себя колоть. Я, в принципе, при помощи ютуба и так разобрался, как себя это колоть. Но, в принципе, я решила, если что, такая возможность есть. Короче, здесь огромная совершенно простынка, которая показывает, как устроен шприц, как устроен укол. Вот это все, короче, она реально громадная. Вот. Короче, pregnancy and breastfeeding. How to use prevent poisoning. Короче, держите вдалеке от младенцев и детей. Короче, а то они себя отравят и убьют. Короче, да, здесь показано, как уколоть себе в живот, потому что это нужно уколоть в живот или в бедро, короче, куда-то в такое место. Так, ладно, инструкция нам не нужна. Теперь мы вскрываем вот эту. Тут еще есть такая промежуточная штука. Короче, вскрываем ее. Там внутри одинокий шприц. Да. И надпись «Охлаждайте». Короче, шприц выглядит очень аэрокосмично, на самом деле, выглядит, потому что вот он такой. А вот такая штука. Он выглядит, как стеклянные шприцы из детства, как у моей бабушки были шприцы. Короче, он такой вот, ну, то есть, сука, не знаю, как это сказать, старорежимный, короче. Если с него оттратить еще наклейку, он будет вообще, как реально шприцы, вот там, не знаю, 70-80-х годов. У меня бабушка вываривала шприцы каждый день после работы. Она работала невропатологом, как это тогда называлось, но, в общем, на всякий случай шприцы у нее были, она что-нибудь колола, обезболивающие. Еще одноразовых шприцов в Советском Союзе, очевидно, не было в 80-е. Мне дедушки добыли их диабетику в 87-м году. Коробку огромных шприцов инсулиновых, короче, это было большим событием для Советского Союза. То есть, добыли, естественно, из-за границы. В России ничего такого не было, потому что, ну, то есть, короче, эпидемия СПИДа уже, значит, набирала свои, значит, обороты. Короче, ну, вот такой вот шприц. Я не буду вам показывать, как я его колю. Колоть его нужно вот тут вот в пузо. Вот. Потому что люди нервные падают в обморок. Ничего интересного здесь не видите? Ну, просто он берется, вот так вот втыкается. Ну, вот. Неважно, чуть пониже. И, значит, осторожно-осторожно вкалывается. Это довольно болезненный процесс, но на месяц обеспечивает меня. Он не избавляет от мигрени, как таковой, но он избавляет от большинства меня. То есть, большинство людей как-то, ну, сильно лучше становится. Ну, в общем, как бы меня и там одному моему знакомому, он не избавляет полностью от мигрени, он избавляет от большинства диких совершенно спецэффектов, которые связаны с этой мигрени. То есть, ну, то есть, так плохо, как до нее, почти не бывает. То есть, он делает сильно лучше. Этот мононуклеальный, как она, мононуклеарный, моно... моно... что там... элхистидин, короче, я не могу воспроизвести это название. Мононуклеарный, короче, моноидный, короче, фреманезумаб. Короче, такая штука. Как-нибудь про то, как я борюсь с мигренью практически всю свою жизнь я расскажу в другой раз, но я с ней, короче, борюсь, мигрень выигрывает большую часть времени. Поэтому у меня всегда есть проблемы с дедлайнами и вообще с постоянной работой, к сожалению. Это большая-большая проблема, которая меня укладывает постоянно в кровать на два-три дня в неделю. Увы, ада, чтобы проверить на мне какие-нибудь другие таблетки, но после того, как я минут сорок говорил с новым неврологом, он сказал так. Она сказала, на тебе, говорит, вот это лекарство, придешь через три месяца, три месяца истекают послезавтра. Пойду с ней побеседую еще раз, может быть, что-нибудь еще расскажет, что мне делать, чтобы, значит, было не так погано, потому что, ну, целиком, короче, проблема не решилась. Ну, короче, вот такая дела. Такие дела, вот такой вот блог на кухне, потому что обычно я стараюсь писать это все на улице, но на улице сейчас невыносимо совершенно жарко. Короче, на улице солнце, которое тропическое, практически субтропическое солнце. Это температура, как сейчас в России, очень высокая в европейской части России, но при этом фотоны в кожу бьют с такой силой, с такой болью. Короче, вот на прайд-параде было тяжело, сейчас с сгоревшим, короче, кое-где, значит, крем от загара не очень помог, короче, с сгоревшим всем не очень хорошо, поэтому я вот пишу в первой жизни блог на кухне. Такие дела, привет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова